Не только открыто продемонстрировать свои таланты, но и сказать таким образом спасибо за победу решились 46 человек. Всего за две недели юные катлашане показали 34 творческих номера. Одни пели, другие танцевали, большинство читали стихи. Я увидела рекламу этого проекта по телевизору и решила принять в нем участие. Мир наш, изменить с вами... Я готовилась с мамой, рассказывала стихотворение. Это он, солдат могилы державы, охраняет мир на всей земле. Чествование тех участников, которых отметили партнеры телепроекта, состоялось сегодня в игровой комнате «Планета детства» торгового центра «Адмирал». Главный итог – не только буря положительных эмоций, малыши всегда одарят их сполна, но и презенты для ребят. В детском конкурсе без подарка не остался ни один ребенок. Мы ученики школы-интерната хотели бы сказать спасибо Ирине Владимировне, которая нам предложила участвовать в этом конкурсе. Еще одним неожиданным и незабываемым подарком для детей стало мыльное шоу. Под сопровождением веселой музыки, как по волшебству, в детской комнате стали появляться мыльные пузыри самой необычной формы. От виртуозной игры с ними Андрея Стрекаловского в восторге остались и дети, и их родители. Я хочу сказать большое спасибо всем участникам проекта. С вами было очень приятно работать. Огромную благодарность выражаю нашим партнерам, которые оказали финансовую поддержку и помогли с подарками. Без вас вот такого большого проекта и замечательного праздника у нас не получилось бы. Сладкие подарки, конструкторы, куклы, настольные игры, спортинвентарь, наборы лего и многое другое были вручены участникам проекта от компании «Котласская сторона», «Водолей», «Русский стиль», дизайн студии «Флорина», торговых центров «Адмирал», «Строймир», «Реалмаркет», магазинов «Русское золото», «Калаш», «Ева», «Техноцентр», «Азалия», «Шины диски», аптеки «Арника плюс» и «Котласского рекламного центра технологии». Всем остальным ребятам подарки приготовил гастроном Семеновский. Их можно будет забрать уже завтра у администратора. Хорошо, придёте к нам.